Всем привет, друзья! Сегодня у меня смартфон Huawei Ascend G7. Менять будем дисплейный модуль. Новая модель. Выключаем телефон. 75 евро цена замены. Такой вот дисплейный модуль. Тач. Разъем тачскрина. Дисплей. Ничего особенного. Обычно. Итак, избираем смартфон. Снимаем вот эти пластиковые накладки. Температура 150-180. Сильно не нагревайте. Может деформироваться. Наверное. Упаливаем. Вываливаем. Вываливаем. Дисплей. Подписывайтесь на мой канал. Вываливаем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Камера снизу, здесь у нас защёлка небольшая и шлейф кнопок, боковых кнопок, кнопки включения и звука, отстёгиваем. Убираем системную плату, здесь нам придётся снимать батарейку, потому что разъём шлейф дисплея находится под батареей. Снимаем батарейку, такая здоровая батарея у нас на 3000 мАч. Так, смотрим как расположен у нас разъём дисплейного модуля. Разъём тачскрина заклеен термопластиком. Надо будет его сюда перенести потом. Можно разогреть на сепараторе, можно феном, кому как удобнее, у кого что есть под рукой. Давайте-ка я разогреваю на сепараторе, потому что этот дисплей не нужен целым. Ставлю на сепаратор. Температуру выставляю в 100 градусов. Итак, разогреваю дисплейный модуль, друзья. Пока он разогревается, я, наверное, проклею дисплей, дисплейный модуль новый, потому что он у нас не проклеенный. И дальше продолжим снимать. Видите, да, температура достигла своего предельного значения, которое я выставил в горячий дисплейный модуль. Быстренько снимаем, пока он не остыл. Аккуратно соединяю. Связаю боковые части. двустороннего скотча. Так, с другой стороны. Внизу, видите, да, что здесь у нас творится. Поэтому максимально осторожно. Опять же, я повторюсь. Это для тех дисплейных модулей и для тех людей, которые хотят сохранить его в целом. Давайте я еще нагрею внизу. Потому что во многих видео говорил, что если вам принесли на ремонт какой-нибудь смартфон с разбитым стеклом, но целым дисплеем, ну, конечно, при условии, если это дисплейный модуль, стекло можно заменить, заказать в интернет-магазине и спокойно заменить стекло с помощью специальных приборов и инструментов. Все никак не сниму видео по замене стекол. Ни одного видео у меня еще нет. Обязательно. Много работы. Никак. Руки не доходят. Так. Давайте вниз прогреем еще раз. Достаточно крепкий двусторонний скотч. Ну и в том случае, если у вас разбитый дисплей и стекло, то, конечно, можно не церемониться, снять дисплейный модуль за минуту без сохранения целостности дисплея. Вот так. Снимаем решетку динамика. Больше, больше нас здесь ничего не интересует. Вроде, видите, да, оригинальный двусторонний скотч. Значит, какой толщины. Достаточно толстый. Итак. Смотрим, что у нас с рамкой. Удаляем двусторонний скотч. С периметра. Удаляем двусторонний скотч. С периметра. Датчик. Всегда обращайте внимание на датчики, чтобы не потерять резинку. здесь у нас ничего не было. Поэтому продолжаем очищать. датчик с тормозой. С помехом Hera неразидное скотч. Затечки набираемどの круглый круглый Reports, загрузим на левый дрuss��. А у кого это был? И снова кислый робот. Ах, ну человек. Неразидноreditaza HAQUITY, очищаем. Ничего оставлять не нужно. Никакого микромусора, стекол, скотча. Проклеиваем рамку, учитывая, что скотч двусторонний достаточно толстый. Поэтому дисплейный модуль я уже проклеил. Сейчас я проклею рамочку. Такой вот, скотчный. Чем-то по качеству, по крепости напоминает оптический клей УСА. Достаточно крепкий. Ставил на многие телефоны последние. Вроде еще так покрепче, чем скотч, двусторонний скотч, которым я до этого клеил. 3М. Ну и также боковые части. Настали остатки. Медосторонний скотч остановил. Так. Я допopic. Медосторонный скотч Так. 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 Настали- Так, последняя сторона. Продолжение следует. С дисплейного модуля снимаем. Я его проклеил во время нагрева снятия. Итак, вставляем. Чуть не забыл наклеить. Давайте снимем. Вот тут еще и завернут. Клощадь заклеит разъем новым термопластиком. Продолжение следует. Итак, вставляем. Еще одна деталька, которую я упустил из виду. Вставляем точную рамку. Давайте его прижмем мягкой тканью. Хорошо получилось без зазоров, без впадин. Собираем телефон. Системная плата. Первое, что нужно сделать, это пристегнуть разъем кнопок. Далее укладываем системную плату. Своё место. Камера. Разъем гнезда. Далее укладываем шлейф. Застегиваем. Пристегиваем к системной плате. Батарея. Давайте закрутим три черных винтика. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Пристегивание. Еще один. Пристегиваем батарею. кнопки вставляем кнопки надеваем рамку монтарейку нужно было приклеить и и и и и ставим на двусторонний скотч и вставляем и и закручиваем винты и 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 вставляем Сносим карты, карты памяти, и последняя часть, пластиковые заглушки, которые мы снимали с самого начала, как видите скотч повредился, поэтому можно садить на другой. Посадим на обычный скотч 3М, я думаю это будет достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует...